Меня зовут Романов Игорь. Я синий от DevOps компании CloudBoss. Мы занимаемся консалтингом в области DevOps, помогаем компаниям продать высшие практики быстро. Слайды пронумерованы, я их все расшарю. Сверху там будет описание, о чем сейчас идет речь, а внизу будут ссылки на какие-то инструменты, либо статьи, о которых я говорил. Поехали. Значит, коротко. Мы сначала поговорим про GitOps, про инструменты, которые можно использовать для терраформы. Я поделюсь об этом применении GitOps для терраформы, ну и потом вопросы и ответы. Поехали. Значит, GitOps. Начнем с этимиологического разбора. GitOps — это аббревиатура, состоящая из двух частей Git и Ops. Ops — это сокращение множественного числа английского слова operations в текущем контексте управления или эксплуатации. Git — от английского слайдового выражения, означающего неприятного, глупого, некомпетентного, но при этом очень надоедливого человека. Когда GitOps спросили, почему он назвал свою систему контроля версии Git, он ответил. Я эгоистичный углюдок и все свои проекты раздаваю в свою честь. Сначала это был GitOps, теперь Git. Шутки одиннадцать за триста. Впервые термин GitOps появляется в докладе Алекс Ричардсон из компании Waveworks, который он сделал на Кинг-Конфи в 2017 году. Доклад назывался «Operations of Power Quasits». Алекс Ричардсон предлагает следующее. Взять всем известный цикл Девуса и разбить его на две части. Мы с ним поставим посередине гид-репозиторий. Он говорит, что нам нужна Emotability Firewall, которая будет отделять цикл, используемый разработчиком, от цикла, который используют эксплуатацию программного обеспечения. Это кью-конф, поэтому, значит, пример такой. У нас есть некий губерниц ресурс в виде файла. Алик Ричардсон говорит, что традиционно мы используем CI-OPS. То есть мы берем, например, кью-каттл, делаем apply, dhf и передаем этот файл. Или мы берем некий, значит, хелм, делаем install. Этот хелм нам генерирует манифест и оформляет гид-репозитория. В альтернативу этому подходу Алекс предлагает GitOps. Когда у вас есть репозиторий, некий environment, и вы на него просто коммитите этот файл, master.net. Соответственно, очевидно, что дальше должно происходить какие-то действия, значит. Он предлагает следующую концепцию, что у вас есть вот такое архитектурное решение, immutability firewall здесь представлено, image registry и environment репозитория. Соответственно, есть некий application, в который вносит изменения, запускается build pipeline, и этот build pipeline публикует image, Docker image в image registry, и коммитит изменения в environment репозиторию. Со стороны operations есть некий программный инструмент оператор, который мониторит изменения в этой модернике firewall, и как только он их обнаружил, он пытается привести текущее состояние системы к тому же, чтобы все это работало, они предлагают следующие принципы. У вас должно быть декларативное описание вашей системы, то, что вы хотите. Вам нужно это декларативное описание хранить в гид-репозитории. Вы должны быть согласны на то, что когда вы в гид-репозитории внесли эти изменения, они готовы к автоматическому применению. И хорошо бы иметь некий агент, который будет эти изменения применять, и смотреть за тем, чтобы если текущее состояние системы нельзя привести к желаемому, то надо как-то уведомить нашего разработчика о том, что происходит. И они представили сразу в докладе такой инструмент, он называется Flux. Флакс. Со временем вся стратегия называется Blue-Based, понятно, потому что этот Flux, он как бы вытягивает изменения из кем-то гид-репозиции программы. Дальше появляется довольно много инструментов, которые работают во схожей схеме. Это Argo, Web, GitCube, Farvest, AutoApply и так далее. В чем выгоды, почему появляется столько инструментов, почему народ начинает активно разрабатывать что-то похожее? Значит, если мы посмотрим на эту схему, то первое, что бросается в глаза, это то, что когда мы работаем с GitOps, мы не взаимодействуем ни с какими кубкатлами, хэмом и так далее. Как пользоваться Git знают все, как пользоваться кубкатл не все. Соответственно, нет прямого доступа к API. Это с точки зрения безопасности уже небольшая выгода. Мы получаем всю мощность и гибкость Git. Соответственно, можно применять для внесения изменений тот workflow, к которому мы привыкли. Появляется история изменений в виде GitHistory. в GitRepository, соответственно, появляется простой, понятный механизм отката, потому что вы делаете GitRevert и ваш некий оператор приводит текущее состояние системы к желаемому, который вы откатились. А также это механизм восстановления после какой-нибудь аварии аналогичным образом. Git дает всю систему управления доступом, который предоставляет Git, GitHub, GitLab и так далее. Что вы там используете? В том же 2017 году Ник Ян из компании Atlassian делает доклад Introducing Buddha, the infrastructure workflow we use for Kubernetes. Они предлагают довольно похожую схему. Разница заключается в том, что у них нет никого вот этого вот агента. У них просто изменения, которые вы публикуете в environment repository, запускает обычный CICD pipeline. И он делает, соответственно, apply для Kubernetes и для системы. Такая архитектура, концепция называется push-based. Если в нашу карту добавить еще инструменты для push-based стратегии, то это PipeCD, Jenkins и, собственно, любой CICD, который вам нравится. Все эти инструменты выросли из Kubernetes community. Это логично, потому что Kubernetes сам так работает. Вы с помощью kubectl засылаете желаемое состояние и Kubernetes пытается запустить на каких-то своих серверах, на своих нодах то, что вы от него требуете. Но, несмотря на это, GitOps подход можно использовать с любым другим инструментом для инфраструктуры, который позволяет вам декларативно описать что-то. Мы все этот инструмент знаем, это Terraform. И если мы на нашу карту добавим Terraform, то, значит, для push-стратегии там, опять-таки, любой CICD. Для pull-стратегии это Atlantis, Terraform Cloud, Spacelift, ну, еще там ряд инструментов, которые я не добавил, потому что в глаза их никогда не видел. 13 апреля этого года происходит довольно грустная вещь. Дело в том, что выходит Technology Radar от Softworks, очередной выпуск, и они вносят GitOps в раздел On Hold. Что означает, либо не используйте его вообще, либо используйте с осторожностью, потому что у него есть проблемы. Давайте посмотрим на выгоды, которые мы получаем от GitOps, и среди них затесалась одна, которая создает проблемы. Это гибкость и мощь Git. Поскольку вы можете сделать все, что угодно, можно сделать что-то, что потом вызовет проблемы. Например, GitOps никоим образом не говорит нам, как мы должны промоутить изменения между Dev, Staging и Production Environment. Они говорят, вот у вас есть Single Environment, вот у вас есть репозиторий, вы туда коммитите, этот environment работает. Например, в часто задаваемых вопросах на GitOps.tech предлагается такое архитектурное решение. Когда у вас есть environment репозиторий, у него несколько бренчей, мастеры staging, соответственно, production синхронизируется из мастера, staging синхронизируется из staging. И несколько микросервисов, каждая команда публикует в нужный бренч в соответствующий environment репозиторий. И вот Satworks говорит, что именно этот шаблон, этот паттерн очень плохой. Потому что он приводит довольно быстро к расхождению бренчей. На GitHub это будет выглядеть вот так. У вас в одном бренче полторы штуки коммитов, в другом бренче тысяча коммитов. Див между ними посмотреть и как-то синхронизировать невозможно. Потому что все это автоматически происходит. И Git как бы он не очень изначально не спроектирован для того, чтобы в него какие-то автоматические системы коммитили. Об этом же говорит Крис Уарт из компании HumanTech в своем посте The Pros and Concept GitOps. Он приводит все эти минусы и он говорит о том, что есть серьезная проблема с распространением репозиториев. В принципе это начинается то же самое. То есть у вас есть один репозиторий и вы под каждый environment делаете бренчи. Разные команды делают разные pull requests, разные бренчи. И у вас начинается дивергенция. Очень сложно потом это все смержит. Альтернативой может быть под каждый environment по репозиторию. И тут у вас начинается расползание репозиториев. Environment много. Каждая команда хочет еще что-то. Начинаются эти репозитории дублироваться. И это потом очень сложно управлять. А например, в прошлом году Дмитрий Столяров из компании Flant на Hubri сделал пост, что такое GitOps и его свойства и недостатки. И он там в конце прямо говорит, что вы знаете, GitOps это скорее экипаттер. И вот почему. Когда начинался DevOps, мы говорили о том, что у нас есть разработчики и эксплуататорщики. И между ними есть стена непонимания, с которой надо как бы бороться. И мы выстраивали процессы непрерывных изменений, пытались найти им общие инструменты для того, чтобы они начали друг с другом взаимодействовать. А теперь мы хотим эту стену непонимания институализировать в виде Git репозитория. Неужели вот ради этого мы как бы все это время старались. Но если возвращаться к Terraform, то у Terraform вообще редко бывает, что application committed в environment репозитории. Обычно это инфраструктура, так или иначе разработчик вносит изменения. Поэтому GitOps для Terraform, он вот так зачастую выглядит. Для push стратегии, ну и соответственно для pull стратегии вот так вот. Поэтому, когда мы делаем любой CICD для Terraform, мы так или иначе все равно приходим к этому GitOps. Значит, опыт использования. Мы начали, ну, мы использовали pull стратегии и начали использовать с Atlantis, потому что он самый первый. Atlantis open source, self-hosted, нет никаких software as a services, нет никакой компании позади ее. Пол-based workflow только. Если вы закоммитите что-то в мастер-ветку, Atlantis никак на это не отреагирует. Но вот если у вас есть pull request с изменениями, то, пожалуйста, в полный рост. У Atlantis есть ручные шаги, которые нельзя пропустить и нельзя автоматизировать. Там есть механизм блокировок, но нет очередей. Я потом поясню, что это значит, пока пропускаем. Ну и workflow стандартный, plan, apply. Но вот шаги, которые скрываются за plan, apply, можно как бы поднастроить. Выглядит это так с точки зрения разработчиков. У вас есть репозиторий, вы открываете pull request, в который вносите какие-то изменения в ваш терраформ код. Дальше Atlantis запускает терраформ план и публикует его результат в виде комментария на ваш pull request. Дальше предполагается, что придет некоторый разработчик Alice, посмотрит этот план и запрувет этот pull request. После чего должен прийти некий разработчик, который напишет комментарий Atlantis apply. Тогда Atlantis возьмет, запустит терраформ apply и уже применит эти изменения на инфраструктуру, закроет pull request и удалит ветку. Значит, вот approve в принципе можно пропустить с помощью конфигурации Atlantis, а Atlantis apply комментарий пропустить нельзя. Это как бы минус, потому что у вас возникает такая проблема, что не все можно автоматизировать. Значит, механизм лока. Вот этот слайд лучше. Логика такая, если у вас есть два pull request в один репозиторий, то первый pull request Atlantis отработает корректно, он запустит терраформ план и значит результат опубликует в комментарии. А для второго pull request он просто напишет, вы знаете, там уже есть pull request 1 и он залочил. Значит, я не могу даже терраформ план запустить, потому что пока он не применит свои изменения, план как бы не актуально, может поменяться. Это вторая серьезная проблема, потому что когда вы смешите pull request 1, вам надо прийти в pull request 2, написать комментарий о Atlantis план, то есть много ручной работы. Побороться с этим можно следующим образом. У Atlantis, вот все, что я рассказывал до этого момента, относилось к Atlantis, у которого весь терраформ код находится в корне репозитория, такой simple project. Но в принципе мы можем взять и разбить этот код на несколько проектов, то есть в корне репозитория лежит project 1, project 2 и Atlantis YAML, в котором описана следующая конфигурация, то есть мы объявляем проекты, указываем директорию, ну тут терраформ версии, всякие настройки, и тогда каждый этот проект имеет отдельный лог, независимый. То есть pull request будут конфликтовать только тогда, когда у вас есть два pull request, например в project 1 одновременно. Мы так и делали, и у нас была приблизительно такая структура репозитория, значит была директория conf, это вот некие терраформ модули, которые были Atlantis проекты, ну и докерфайл, это такой необходимый минимум. Докерфайл откуда появился? Как я сказал, Atlantis он селфхостит, значит вы должны сами отвечать за то, чтобы его запускать. Вот у нас был докерфайл, мы поставили Atlantis, мы поставили все версии терраформа, потому что раз он селфхостит, то мы отвечаем за то, что там есть нужные версии терраформа, должны их апдейтить и все это мейндейтить. У нас была вот такая архитектура, то есть есть этот репозиторий наш, Atlantis мы запускали на Amazon ECS, соответственно он крутится в рамках какого-то AWS аккаунта, там же находится S3 bucket для терраформ стейта и доступ к Amazon API и к кубернейцу, например. У нас есть модуль, который, значит он помимо всей этой архитектуры, он добавляет вот этот вот билды и ECR registry, то есть как только у вас в репозитории появляется релиз, ну если вы запровизжили инфраструктуру с помощью этого модуля, то как только у репозитория появляется новый тег, новый релиз, соответственно будет сбилден докеримидж и с него апдейтен ECS. Помимо этого у нас есть, значит, геодезик, такой докеримидж, в котором у нас собраны все бинарники и конфигурации для повседневной работы с инфраструктурой и соответственно Atlantis в данном решении использует его и с другой стороны разработчики точно так же используют этот докеримидж, они могут его запустить как обычный шелл на локале и иметь тот же уровень доступа практически. Значит, распространение репозиториев. Вот тут начинается проблема, потому что как только у нас появлялся стейджинг, мы делаем точную копию архитектуры, все как бы хорошо, потом появляется некий модуль, в котором мы храним Terraform модули общие для продакшена и стейджинга, для того, чтобы их как-то переносить, промоутить. И со временем этих репозиториев появляется много, потому что есть тестинг аккаунт, какой-то деф, аудит, стейджинг и так далее. Вроде жить можно, на самом деле жить нельзя. Происходит следующая история. Когда вы хотите в данном решении внести какие-то изменения, вы открываете два пол-реквеста. Один в Terraform Roots, другой в тестинге. Вы в Terraform Roots меняете этот общий модуль, а в тестинге на эту ветку ссылаетесь, чтобы как-то протестировать, как это будет работать на этом. Потом вы закрываете этот пол-реквест, когда все готово, пинете версию в тестинг, закрываете этот пол-реквест, открываете три новых. Ну, потому что вам надо теперь эти изменения запромоутить по environment. Вы потихонечку их закрываете. Это очень неудобно. Мы решили, что надо с этим бороться, так жить нельзя. Мы решили, что нам надо вернуться к одному репозиторию для всего, но вместо веток мы будем использовать директории. Поэтому вот у нас структура общего репозитория. Вот этот Terraform Modules, который общий, и значит разные environment, на которые мы это все залили. Стало чуть полегче, но на самом деле Atlantis нам все равно мешается, потому что у него нет очереди, у него этот механизм лока. У него нет, он никак не реагирует на триггеры из мастера, и нет автоэплая. Для начала мы посмотрели, ну, как бы, чтобы было понятно, фактически происходит что. У нас есть три environment, dev staging production, у нас есть какие-то модули. Какие-то модули, модуль 1 и модуль 3, например, установлены на все environment, и модуль 2 установлены только на dev и staging. У модуля 3 конфиги никак не меняются в зависимости от environment, а у модуля 1 меняются. Значит, соответственно, у нас получается, что вот эти конфиги специфические для environment конкретного модуля лежали вот в этих директориях. Для начала мы перешли к структуре, что мы, ну, просто как бы файлы вместо директория сделали файлы. Потом мы вот эту terraform.ruc.modules переименовали в более понятную компонент с terraform. Потом мы взяли и вот эти вот instance, ямлы, в которых хранятся конфиги для каждого модуля, объединили в один файл. Вот с такой структурой, то есть, значит, это для dev environment, говорит, что у нас есть instance для модуля 1, ставите с директории модуль 1, вот конфиги для dev environment этого модуля. Немножко упростим, в принципе, можно это просто объединить и назвать модуль 1, избавиться от директории. Потом, чтобы еще было проще, мы эти вот файлы с конфигами специфическими для dev staging.prod, ну, сложили в директорию, которую назвали stags. Итого, структура monorepa получает следующее, значит, компонент, terraform и модули, которые, как бы, общие для разных environment. И stags, в котором лежат файлы с environment. И, соответственно, вот в них находятся конфиги специфические для environment. Если, ну, сейчас, потом будет понятно, зачем такая схема, ну, в общем, вот эта вот наша табличка, соответственно, у нас, если мы попробуем на какой-то плоскости это изобразить, есть компоненты, есть стеки. И вот то, что мы пытаемся каждый раз применить, это точка на пересечении этих осей, соответственно, модуль 1 для dev environment. Мы написали небольшой бинарничек, который назвали atmos, ссылочка, пожалуйста. Он, если, ну, мы его запускаем, atmos, terraform plan, компонент и environment. И он, значит, берет конфиги для этого environment, берет компонент и запускает terraform plan, terraform apply. Для локали разработчикам и девопсам, чтобы это запускать, этого достаточно. Но нам нужен был некий программный агент, который бы это делал где-то на стороне и систематически. Мы сначала посмотрели на terraform cloud. Это понятное решение от хешекорпа, все с ним, как бы, хорошо, но наша, ну, реализация того, что мы хотели, оказалась довольно дорогой на этом решении. Мы пошли в следующую сторону, в сторону спейслифта. Спейслифт – это небольшой стартап, который делает приблизительно то же, что terraform cloud. Недавно они подняли 15 миллионов инвестиций. Значит, это software as a service. Есть возможность запускать on-premise воркеры на вашей стороне. Значит, он умеет как pull request workflow, так и master workflow делать. Можно пропустить любые ручные шаги. Там есть очередь. Я потом про одином стрижу, как это выглядит. Ну, plan apply – то же самое. Гибкие политики уровней доступа и гибкие политики для описания, когда и что запускать. Ну, триггер делать, когда и что запускать. И у него есть drift detection. То есть, если на облаке что-то поменялось, то он как бы это определит и запустит. Значит, мы написали terraform модуль, потому что он тоже может конфигурировать с помощью terraform, который из нашей структуры репозитория создаст на стороне спейслифта, ну, типа проекта. Они их тоже называют стеки. Вот здесь онтологическая проблема, значит, и получается, что этих спейслифтовских стеков – это декартовое произведение, сколько у нас модулей, на сколько у нас стейджов, ну, как бы, инвайронтов. Ну, за исключением тех модулей, которые на какие-то инвайронты не ставятся. Выглядит UI таким образом. То есть, вот здесь вот мы видим эти стеки, да, то есть это вот модуль catcher, который поставлен на EU1.prod, например. А это вот на staging catcher поставлен, ну и так далее. Если открыть любой из этих проектов, то там вот это вот типа раны. То есть, каждая из них – это задача, которая запускает terraform plan и, соответственно, terraform apply. Зелененькое – успех, желтенькое ждет подтверждения ручного от кого-то из разработчиков. И остальные, которые пойдут дальше, они, значит, находятся в очереди. Ну, фактически на каждый commit в мастер вот у нас запускается такая джоба. И висит в очереди, если заблокировано предыдущий. Соответственно, на нашей схеме у нас вот по этой оси, по оси Z будут коммиты. И вот так вот это можно визуализировать. То есть, есть некий зеленый run, который уже успешен, белый, желтый, который ждет confirmation, и серый, который в очереди. Белые – они пропущены, потому что в этих коммитах нет изменений для этого модуля и этого environment. Поэтому мы их просто пропускаем. Ну и, соответственно, это вот картинка, как это в UI выглядит. Дальше. Если мы откроем этот конкретный run, то там вот стандартный workflow. То есть, здесь вот, пожалуйста, план, потом ждет confirmation, кто-то подтвердил, ну и происходит apply и success. Итого, с помощью спейслифта у нас получилось… Ну, мы используем спейслифт для того, чтобы согласовывать состояние между нашим желаемым, который в репозитории, и тем, что в реальности есть в облаке. Мы можем автоматизировать любые шаги, в которых мы уверены. У нас появляется возможность аудита за счет вот этого вот юзер-интерфейса спейслифта, довольно удобный. И мы в итоге берем под контроль вот это распространение репозиториев. У нас его больше нет, у нас один реп. И получаем все выгоды от GitOps. Ну, значит, у меня, собственно, все. В завершение, GitOps – не серебряная пуля. То, как вы его используете, и, собственно, ваш опыт – это то, что определяет разницу, будет успех или не будет. CICD, который вы применяете к Terraform, так или иначе можно назвать GitOps. Ну и все-таки, как мы видим, есть инструменты и сервисы, которые позволяют использовать GitOps с Terraform довольно успешно. Ну, у меня все. Спасибо.